Очень интересно, почему мы с вами болеем. И самая главная причина практически всех болезней, кроме генетических, это воспалительный процесс, который вышел из-под контроля, а контроль над ним осуществляет наша дорогая, уважаемая иммунная система, о которой мы сегодня с вами будем заботиться. Я вас буду это получить. Я уже сказала, что практически 80% иммунитета находится в нашем кишечнике. И с самого начала я бы хотела обратить ваше внимание на микрофлору кишечника, которая регулирует наш иммунный ответ и управляет этим иммунным ответом. То есть имеет самое важное непосредственное отношение к воспалительному процессу, который проходит в нашем организме. И я хочу сразу обратить на это внимание, потому что нашу микрофлору назвали новым нашим органом. Теперь у нее такое большое и значимое имя. Это не просто какие-то там букашки-таракашки, микробы, не заслуживающие внимания. А это наш орган. И это иммунный орган. Следующий слайд. К органам иммунной системы до сегодняшнего дня у нас относятся, то есть их делят на первичные, центральные и вторичные, это периферические. К первичным органам нашим относят вилочковую железу или тимус, костный мозг. Он поставляет стволовые клетки, предшественники лимфоцитов А, наша вилочковая железа, она поставляет Т-лимфоциты. Знаете, наверное, слышали много раз это словосочетание. А в костном мозге у нас образуются Б-лимфоциты. И также периферические лимфоидные органы, к которым относятся селезенка, лимфатические узлы, миндалины, а также ассоциированные с этими органами скидка. Так, извините. Я не вижу свою презентацию. Так, секундочку. У меня темный экран. Вы презентацию видите? Отлично. Я сказала о том, что периферические лимфоидные ткани у нас также относятся к лимфатической системе. Сюда же лимфоидная ткань, которая ассоциирована с кишечником и бронхами. Следующая. Я надеюсь, вам видно. Следующая у меня про тимус. Тимус, отлично. Давайте с вами поговорим про тимус. Тимус – это вилочковая железа. Мы о ней уже упоминали. Это один из главнейших органов иммунной системы. И в тимусе у нас образуются и созревают наши иммунные клетки. Орган этот находится чуть-чуть выше ключицы. Вот грудина. Я специально надела этот кулон. Он приблизительно показывает, где у меня находится тимус. Я надеюсь, вам видно. Вот где-то в этой же области и у вас. И если вы посмотрите на экран, вы увидите, насколько разный тимус в нашем младенчестве. Он прям большой по отношению к телу. И у взрослого он становится меньше. И размер нашего тимуса зависит от возраста. И это единственная железа, единственный орган в нашем организме, который относится к иммунной системе, который начинает стареть с 16 лет. Давайте следующий слайд. Тимус – это своеобразное учебное заведение для наших телемпоцитов. И в коре тимуса формируются практически все телемпоциты в нашей системе. И они проходят сначала так называемую позитивную селекцию на застоятельность их токлеточного рецептора. И кто не прошел, тот отбраковывается. В общем, они распадаются, то есть они погибают, иными словами. Далее негативная селекция происходит уже в нашем мозговом веществе. И кто реагирует на ткани собственного тела, тот погибает. И в итоге в кровь поступает, вот подумайте, только 2%, ну не более 2% от изначально рожденных телемпоцитов наших. И это достаточно затратное мероприятие для нашего организма. И с возрастом, когда у нас уже немножко несостоятельная вот эта система отбора, могут возникать аутоиммунные заболевания, в том числе и из-за того, что не до конца отбираются те самые телемпоциты, которые должны проявлять толерантность к клеткам собственного тела, но вот они не погибают и выходят и начинают атаковать наши ткани. Это вот один из возможных механизмов возникновения аутоиммунных процессов. Ну и это может быть связано с тем, что наш тимус начинает хуже работать. И с возрастом, как только тимус начинает работать не так, но не в полную силу, поток нормально отобранных аутоимпоцитов иссякает и, соответственно, наш иммунитет слабеет. Я уже говорила о том, что тимус – это единственный стареющий орган иммунной системы. Мы видим уже инволюцию тимуса с 16 лет. Это также зависит от генетики нашей. У кого-то раньше он начинает стареть, у кого-то позже. Но если мы неправильно воздействуем на него, если мы оказываем на него воздействие негативными факторами, то, конечно же, мы увидим то, что тимус будет стареть раньше, и иммунитет у нас будет присадиться. У тимуса есть прекрасная возможность замедлить наши биологические часы, если мы о нем будем заботиться. И также гормоны тимуса способствуют улучшению регенерации кожи и быстрому ее восстановлению. Если вы имеете плохо заживающие раны, и при этом у вас нет, допустим, сахарного диабета, можно сделать коственный вывод о том, что тимус не справляется со своей функцией. То есть он у вас уже не выполняет на 100% то, что он мог бы сделать для вас. Следующий. Итак, давайте разберемся, каким образом мы с вами вредим тимусу. И здесь у нас, поверьте, есть огромное количество таких возможностей. И в первую очередь, конечно же, стресс. Стресс усиливает разрушение нашего тимуса. То есть это достаточно... Вообще стресс – это крайне разрушительная история для нашего организма. Мы сегодня с вами более глубже разберем стресс, как он воздействует. Во время стресса, если говорить о тимусе, то она прям физически сжимается. И это приводит к снижению жизненных сил. Стрессы, естественно, требуют такой мобилизации, да, в секторе лимфоцитов. И в результате этого вилочковой железе приходится работать на износ. И она вынуждена в спешном порядке производить наших новых защитников. И, может быть, не успевает как бы их нормально отобрать. Также может дефицит кортизола приводить к такому состоянию тимуса. И это в средстве недостаточности гипофиза. И коры надпочечников, уставшие надпочечники, они на определенном этапе уже не дают достаточное количество кортизола. И гепатиты тоже к этому относятся. Особенно я здесь хочу внимание ваше заострить на резком снижении веса. Если вы девушка, если вы хотите к лету похудеть, стараетесь изо всех сил, то если резко снижается вес, скорее всего, вы подавите деятельность вашего тимуса. И здесь, в общем, как бы получите, распишитесь, начнете чаще болеть, тяжелее болеть, с последствиями, с осложнениями и так далее. Поэтому я просто вас заклинаю не прибегать к каким-то резким похудательным вот этим всем мероприятиям. Дело в том, что в результате вот дефицита кортизола нашей вилочковой железе приходится работать за двоих. То есть она берет на себя нагрузку надпочечников еще. И это приводит к ее гипертрофии, так называемой опухолем тимуса. В общем, это совсем не должна быть наша история. Дальше. Шум. Удивительно, но наш тимус, он очень любит тишину. И поэтому старайтесь все у себя дома отключать. Вы даже не замечаете, насколько сильно вибрирует наш холодильник, как работает наша стиральная машина. Очень многие гаджеты на самом деле шумят. Мы привыкаем к этому шуму. Но если мы, допустим, куда-то за город с вами выйдем, в какую-нибудь деревню, мы услышим, насколько оглушительная тишина. И это говорит, что все время мы живем с вами в состоянии шума, перманентно на нас воздействующего. Даже вот домашний компьютер работает. Это уже для тимуса, в общем, не очень хорошее воздействие. И этот шум, он подавляет его работу. Представьте, каково работать, допустим, стюардессам, летчикам, которые вот постоянно, ну, их место работы сопряжено с определенным таким вот достаточно серьезным шумовым воздействием. То есть старайтесь дома делать себе прям тишину по максимуму. Дальше температурные перепады. Здесь я хочу обратить внимание, что я совсем не имею в виду какие-то такие перепады температуры во время закаливания, да, то есть контрастные души, допустим. Это имеется в виду такие длительные воздействия температуры. Например, вы из плюс 40 вошли в кондиционированный магазин. То есть там ваш организм на улице уже там на жаркой приспособился к этой температуре. И тут он резко входит в серьезный поле перепад, и опять он должен адаптироваться. А потом вы выходили по магазину кондиционированный, вы опять вышли в жару. И очень часто люди говорят, что вот я от кондиционера простудился. На самом деле тимус перестал нормально работать и защищать вас именно вот от таких вот качелей, которые для него разрушительны. Далее температурные перепады. Я сказала, анестезия. Это также вредит тимусу, и нужно стараться избегать анестезии в своей жизни. Это касается, кстати, и лечения зубов. Глюкокортикостероиды, они стимулируют быструю атрофию тимуса. И следующий, пожалуйста, слайд. Вот я привела здесь, какие виды глюкокортикостероидов существуют. Но долго мы на этом останавливаться не будем. Давайте дальше. Итак, чем мы можем нашему тимусу помочь? Для омоложения тимуса очень важен полноценный сон. Что такое полноценный? Для того, чтобы мы получили полноценный сон, нам нужно обязательно, чтобы на мелатонином, так называемой, пике, а мелатонин — это гормон, который гарантирует нам сон. Это такой сон-стимулирующий гормон. Это гормон сна, гормон успокоения, еще гормон молодости его называют. Вот на мелатониновом пике нам нужно определенное количество этого гормона. И если мы с вами перед тем, как мы, допустим, ложимся спать за 2 часа до сна, включили какой-то гаджет и светим себе этим светом глаза, а тем более, что если это синий спектр света, я вас сейчас очень прошу, поставьте себе так называемый блок синего света. И все, что можно делать за 2 часа до сна, это начинать читать какую-нибудь такую спокойную, размеренную книжку про любовь. Это самое лучшее, что можно сделать. И тогда у вас достаточно будет мелатонина, чтобы погрузить вас в полноценный сон. Если мы что-то будем светить себе в глаза, на пике мелатонина будет на 50% меньше, и это не даст вам возможности погружаться в нормальный сон. Итак, что еще следует? Это достаточные перерывы между едой, чтобы в нужном количестве у нас вырабатывались гормоны роста и гормоны голода грелин. Грелин является так называемым индуктором гормона роста, предшественником, и влияет на иммунитет. То есть индуктор – это то, что стимулирует. Грелин помогает нам не только защищаться от нейродегенеративных запаливаний, снижая уровень нейровоспаления, но и продлевает жизнь нашу тимусу, замедляя ее возрастное разрушение. То есть мы должны делать достаточные перерывы между едой, и под достаточными я подразумеваю от 4 до 5 часов. Физическая активность. К физической активности мы сегодня с вами еще вернемся, я не буду долго сейчас на ней останавливаться, потому что она будет адекватна, такая же физическая, ровно такая же физическая активность будет хороша и для еще одного главного игрока нашей иммунной системы, но об этом чуть похоже. Также поддержание на нормальном уровне цирка и лучшая форма для восполнения нацептат. Также солнечный свет. И здесь вы самое лучшее, что можете делать для своего тимуса, это утром выйти на улицу и сделать подарок своему организму. Это нужная вам длина волны, которая дает только наше светило, наше солнце. Мы с вами дети природы, как бы мы ни думали, что мы вот венцы творения, и мы живем сейчас с вами, какую-то дикую эволюцию с вами совершили. Тем не менее, мы генетически остались теми же самыми пяти кантропами, и нам критически важен солнечный свет, определенная длина волны. Утренняя длина волны дает нам, вот удивительно, но факт, также вечерний хороший мелатонин. Если мы получим достаточное количество синего спектра утром, то будем хорошо с вами опять спать, и опять же это про полноценный сон. Солнечный свет, не обязательно это должен быть, прям вот солнце аж жарит, аж слепит. Нам даже можно выйти на улицу, имея там какие-то тучки над головой. Даже при тучках мы получим нужную нам длину волны. Поэтому, либо после пробуждения идите, сделайте небольшой комбинат на улице, повезло тем, у кого свой дом, те сразу же могут выйти прогуляться, или заведите собаку, уж она вас спасет, она вас выведет. Также белок. Белок является строительным материалом для антител, усиливает активность клеток тимуса, и наш тимус – это явное существо. Он очень любит животный белок, и если вдруг среди нас есть вегетарианцы, то я вам предлагаю больше внимания обратить на спируид. Да, и тепловые процедуры у нас не только плотоядные, но еще и теплолюбивые. Он очень любит все горяченькое, там сауна, согревающие компрессы, можно мазями всякими согревающими натираться, всякую физиотерапию проводить такую. С эфирными маслами я тоже вам расскажу, каким образом можно себе помогать. Но если вдруг не получается вообще ничего, то есть не получаются никакие тепловые процедуры, есть очень хороший лайфхак – пейте горячую воду. Это мощнейший инструмент восстановления здоровья в китайской медицине. Горячая вода причислена к самым главным помощникам, самым главным лекарствам. Так что горячей водой в древности китайцы лечили, и это как раз стимуляция нашего тимуса. Процедуры должны длиться не более 5-10 дней для того, чтобы не перестимулировать наш тимус. Еще здесь пару слов скажу о том, что… Так, странно у меня тут свежает, у меня картинки текст закрывает, но ладно, я надеюсь, что для вас это не принципиально. Про активацию вилочковой железы. Мы с вами не должны активировать вилочковую железу. Это вот как бы мера предосторожности. Если вы болеете, то есть в данный момент этого делать не надо, если у вас температура, то есть тоже этого делать не надо, мы должны начинать это делать где-то лучше всего предвидя наступление периода всяких там заболеваний. И поэтому как бы где-то, наверное, начало осени и конец зимы перед весной – вот это очень хороший период времени. Если вы сейчас здоровы, можем с вами сделать очень хорошую, самую главную активацию нашей вилочковой железы, называется простукивание. Также можно поглаживанием заниматься, массажем и так далее. Итак, я рекомендую поставить вот так вот руку, я надеюсь, вам видно, на место, где у нас расположен тимус, а вы помните, что это где-то вот эта вот точка. Мы с вами будем делать правильные такие простукивания. Кулачком будем стучать вот в эту вот область. Сейчас вечернее время. Я не буду с вами от начала до конца проходить эту стимуляцию, потому что мы с вами можем перестимулировать свой тимус, а вечером это делать не надо. Вы почувствуете прилив энергии, бодрости, захотите вымыть окна. Лучше всего это сделать утром. Поэтому я сейчас вам расскажу, как это делается. То есть нам надо, я чуть привстану, чтобы вам видно было, нам нужно отмерить приблизительно до солнечного сплетения. Само солнечное сплетение мы не затрагиваем. Приблизительно у вас будет здесь 4 остановки. Сделать 10-20 постукиваний на каждой вот этой вот остановочке. Сделали сверху вниз и снизу вверх тоже прошли. Это надо делать утром. И после, вот можно до душа, после душа. То есть вот такое вот сделать простукивание, проступали, проступали. И вы прям почувствуете, как у вас такой прилив сил, желание жить. И на сегодня считаете, что вы защищены. Также есть очень хороший способ активации. Это помассировать фасции. Вот здесь вот грудные так называемые фасции. Аккуратно их вот как будто бы вы разводите. Вот я тучи разведу руками. Вот такая же вот история. Здесь нужно растереть, чтобы вы почувствовали тепло вот в этой области. И удивительным образом вы почувствуете, как расслабятся ваши плечи напряженные от работы, допустим, или от стресса. Расслабится место между лопатками. Прямо почувствуете, как вам легче будет дышать. То есть разогрели вот эти вот фасции, у вас сразу как бы клетка грудная раскрылась. Давайте дальше. Следующий. Дальше мы можем использовать ароматерапию. Во время простукивания чайное дерево и пачули, они поднимают нашу жизненную силу. Ладана нас умиротворяет. Картанные звуки — это пение. Но нужно здесь вспомнить о том, что как поют, как звучат шаманы, служители культа. В церкви вы, возможно, слышали эту молитву, она определенным тембром голоса производится. Это не просто так. Вот служители, да, они говорят как будто бы немножечко из живота. Они говорят очень низко, и они резонируют вот этим вот местом, и вот эти гортанные звуки. А особенно хорошо это у якутских всяких шаманов, как они низко, вот это ту-ту-ту, там у них вот эти вот аж рыки какие-то изо рта идут. Как раз это тоже является очень хорошим способом активировать тимус. И также протяжные, низкие такие, я думаю, что вы все помните и знаете, как поют русские народные песни. Вот это просто замечательный способ активировать тимуса. Я вас призываю вспомнить, реанимировать наши традиции, собираться все вместе, как-то что-то там кушать, ужинать, да. И потом горланить песни. Это вообще очень-очень хорошее. Прямо традицию заведить у себя в семье вечером после ужина петь. Далее дыхательные практики. Тоже замечательный способ. Это глубокое медитативное дыхание с задержкой на равный счет. Вдох на пять счетов. Раз, два, три, четыре, пять. Вдохнули вы вместе со мной. Задержали дыхание. Сейчас делаем. Задержали дыхание. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. И выдох на пять счетов. Раз, два, три, четыре, пять. И задержали дыхание. Раз, два, три, четыре, пять. Здорово. И вот таких вот циклов надо сделать от десяти до двадцати. И это тоже, во-первых, энергию дает, но спокойную, не истеричную вот такую. А спокойную, решительную, у вас хватит сил для того, чтобы сделать то, что вы запланировали. То есть у вас прям очень хорошо начнет работать голова. И, соответственно, тоже можно включить жизненные силы, защитные силы своего организма. Дальше. Дальше у нас с вами очень интересный раздел. Мы поговорим с вами о кишечном иммунитете. Дальше. Итак, кишечный иммунитет. Наш кишечник обладает собственной иммунной системой, так называемой кишечно-ассоциированной лимфоидной тканью. Ее называют по-разному. Или калт, или калт. На нее приходится, я уже говорила, где-то порядка 80% иммунной системы организма. И причиной, по которой большая часть нашей иммунной системы располагается в нашем кишечнике, она прозаична. С тем, как кишечника, она представляет собой определенное ограничение, границу с внешним миром. И не считая нашего кожного покрова, нашей кожи, здесь у организма самая высокая вероятность столкнуться с инородными для него веществами, организмами, бактериями, грибами, вирусами. И чего только там нет, вы сами прекрасно понимаете. И здесь поддерживается постоянная коммуникация с каждой клеткой иммунной системы нашего организма. И если клетка сталкивается с подозрительным каким-то агентом, она приводит в состояние боевой готовности всю нашу иммунную систему. То есть с одним из чем-то столкнулся, все, она отключит аларм, внимание, внимание, иммунная система моментально настораживается. Кишечный иммунитет, желудочно-кишечный тракт, он представляет собой самый сложный иммунный орган нашего организма. Это древнейшая часть врожденной иммунной системы. И представляет из себя эта врожденная иммунная система древнейшая, это кишечный эпителий. И представьте себе, что наш самый главный защищающий, самый большой, самый обширный, самый пространственный защитник имеет толщину всего лишь одну единственную клетку. И по сути этот слой отделяет условно стерильный микроорганизм, то есть то, что у нас там внутри, действительно, от места с самым большим и интенсивным обитанием микробов на Земле. И кишечное содержимое может сравниться с населенностью какой-то жутко запущенной свалки. То есть представляете, насколько на квадратный миллиметр жителей огромная концентрация. Поэтому нашей системе иммунной поставлена практически неразрешимая задача. Мы должны предотвратить вторжение в нас вредных патогенов, но при этом сохранить терпимость к организмам коменсалом, то есть безобидным, либо полезным для нас микроорганизмами. Этот иммунный баланс формировался миллионы, миллиарды лет, и мы эволюционировали параллельно, то есть наш организм и вот это содружество, так называемое микробиото. Мы развивались вместе, и очень интересные пути взаимодействия мы нашли, я буду об этом рассказывать. И разрушение этого иммунного баланса может привести к воспалительным заболеваниям кишечника. Дальше. И вот она иммунная система тонкого кишечника. Я хочу обратить ваше внимание вот на вот эту вот, я надеюсь, что вы видите мою стрелочку, да, мою мышку. И вот всего лишь один слой клеток отделяет нас от внешнего вот этого вот всего. Вот здесь вот очень много всяких микроорганизмов, выкалываем массы. И вот он слой слизи, это у тонкого кишечника. Этот слой слой слизи называется муцин. Следующий, пожалуйста, слайд. А вот она иммунная система толстого кишечника. Здесь уже вы видите ту же самую, да, в одну клеточку слой нашего иммунитета, иммунной защиты, и уже двухслойная такая, два слоя слизи вот этой той самой. Почему здесь два слоя? Потому что именно здесь населённость кишечника бактериями самая-самая такая, самая-самая активная, самая населённая. И здесь мы с вами от них вынуждены защищаться уже двойным слоем слизи. И воспаление начинается тогда, когда вот и этот слой, и вот этот вот слой уходит, и оголяются вот эти бедненькие клеточки, которые уже ничем не прикрываются. И наше современное питание что делает? Оно как раз вот этот слой и снимает. А вот в этом слое, вот в более верхнем, вот в этом вот, живут наши так называемые дружественные бактерии, ещё их называют нормофлора, и они нам помогают противостоять. А если вот этого вот слоя нет, то и житим, и, кстати, этим они муцином тоже питаются, и житим, и питаться им нечем. Движемся дальше. Движемся дальше. Они отслеживают ситуацию бактерии и просвещают нашу иммунную систему, что помогает предотвратить её не совсем адекватную реакцию на те же самые пищевые продукты и помогает не спровоцировать аутоиммунного ответа. То есть наши бактерии, наша нормофлора, она предотвращает нас от аутоиммунных заболеваний. Аутоиммунные заболевания — это тогда, когда иммунная система хозяина, то есть носителя, атакует клетки и органы, и ткани своего собственного тела. Итак, какие факторы влияют на микрофлору кишечника? Их достаточно много, и возраст, и иммунная система хозяина. Даже очень важный способ появления на свет были это естественные роды или кесарево сечение. При естественных родах мама передаёт свой микробиом ребёнку, и он защищает малыша вместе с тимусом. При кесаревом сечении такого не происходит, и детки кесарята на протяжении всей жизни страдают определённой нехваткой. То есть у них уже потом очень сложно населить адекватно их кишечник. И если после кесарево сечения случилось ещё и искусственное вскармливание, то это само по себе уже отягчающее обстоятельство. Питание я выделила красным светом, потому что это очень важная история у нас с вами. И использование антибиотиков, прям такой мертвенно-бледно-синий, неспроста. Давайте с вами разбираться по порядку. Следующее, мы с вами будем... Субтитры создавал DimaTorzok Раз, два, три, четыре, пять. Видно ли меня, слышно? Я надеюсь, меня видно. Я надеюсь, меня слышно. Дайте мне, пожалуйста, знать. Меня видно? Видно, слышно. Ага, всё, отлично. Всё, продолжаем. Давайте тогда продолжаем. И такое тоже бывает. Итак, давайте с вами разбираться с питанием. Дальше. Мы с вами едим слишком быстро. Это факт. Если вы согласны, пожалуйста, палец вверх. Или да, скажите себе да. Мы с вами едим слишком много. Мы едим в состоянии стресса. Мы едим слишком поздно вечером. Слишком много сладкого. И это ведёт к тому, что мы перегружаем свой пищеварительный тракт, нарушается наше пищеварение, в кишечнике идут процессы нехорошие, избраживание и гниение. Это как раз здесь работают патогенные наши братья, не друзья, да. И это может приводить к большому количеству заболеваний, которые называются заболевания современности или заболевания цивилизации. Я вот здесь их привела. И я надеюсь, вы видите, и перечислять их не надо. Давайте следующий слайд. Итак, нам нужно понять, что нам необходим баланс нашей кишечной микробиоты. Мы про дисбаланс сейчас поговорим. Но для того, чтобы поговорить про дисбаланс, нам нужно сначала понимание, что такое баланс кишечной микробиоты. Это такое равновесное состояние между нашей нормофлорой и патогенной флорой, которое обеспечивает нам здоровое состояние, нормальное функционирование. Мы не испытываем никаких проблем. У нас достаточно силы и энергии. У нас нет хронических заболеваний, особенно которые связаны с желудочно-кишечным трактом. И все у нас просто прекрасно. Дисбаланс – это обратная ситуация. Дисбаланс – это тогда, когда патогенная флора доминирует. Наша задача, чтобы нормофлора доминировала, либо такой вот паритет держала. Но когда начинается доминирование патогенной флоры, у нас случается с вами дисбаланс. И это, конечно же, может провоцировать воспалительные заболевания кишечника. Сюда же мы с вами увидим газы, вздутие живота, отрыжка, метеоризм, всякие расстройства стула, запоры, поносы и так далее, непереваривание, поли и прочее, прочее, прочее. Кишечные бактерии несут ответственность за наш лишний вес. Вот сейчас мы думаем, это мы плохие с вами. Нет, это кишечные бактерии, это они, редиски, во всем виноваты. Ряд ученых считает, что диабет возникает в результате бродильных, гнилосных и спаечных процессов. Депрессии, метеоризм, хронические заболевания, дегенеративные заболевания, снижение иммунной системы. Это все к дисбалансу кишечной микрофлоры. Дальше. И вот она, нормальная наша микрофлора, что она нам дает. Она нам дает очень много хорошего. Вы сейчас вот можете посмотреть на экран, сами это видеть. И обмен желчных кислот, здесь и обмен жирных кислот, и синтез витаминов. За состояние слизистой кишечника они тоже отвечают, наша нормальная микрофлора. Стимуляция перистальтики, выведение токсинов. Тоже вот если сильно мы затоксиненные с вами, зачерствели, грубо говоря, это не работает, недостаточная сила у нашей нормальной микрофлоры. И за регулирование иммунитета отвечает наша нормальная микрофлора. То есть клеточный и гуморальный, это все к ней. Дальше. Итак, наши бактерии способны руководить нашим пищевым поведением. И по мнению ученых, бактерии серьезно влияют на наше пристрастие. Вот то, что мы любим, на самом деле любим не мы. И чаще всего они заставляют употреблять продукты, которые способствуют их росту и размножению. Вот смотрите, если у нас доминирует наша норма флора, мы с вами будем любить то, что нужно ей. Что ей помогает, что делает ее сильной, крепкой. Если у нас чаша весов перевешивается в патогенную сторону, то мы с вами начинаем любить всякую фигню. И вот думаем, ну я так люблю этот эклерчик, боже мой. Я люблю конфеты, мне нравится колбаса. Я обожаю пиццу. И выпить пивка с чертичем. Это не вы любите на самом деле. Я вам покажу, насколько сильно нашим поведением управляют бактерии. Это целиком и полностью на их совести. И здесь, ну, хорошая как бы такая новость, что мы способны, так как у нас есть разум, и теперь мы знаем, кто на самом деле управляет нашим поведением, мы способны этому противостоять. Итак, я уже сказала, что они контролируют поведение хозяина, делают они это разными способами. Они вмешиваются, что самое ужасное, в работу системы вознаграждения в головном мозге. То есть, когда мы съели то, что нужно и нравится, и необходимо для жизни нашим патогенам, они делают так, чтобы мы испытывали удовольствие по этому поводу. То есть, мы съели то, что откровенно нам вредит нашему организму, но наши патогены сделали так, чтобы нам это понравилось. И вот представляете, насколько мы в их власти. Они меняют чувствительность вкусовых рецепторов. Нам уже недостаточно, чтобы это было сладко так. Нам нужно, чтобы было слаще. Вы удивитесь, насколько сладкая простая морковка, если сделаете перерыв хотя бы дней в 15, и не будете есть ничего сладкого. Когда очистятся ваши рецепторы, они очищаются где-то у кого-то 11, от 11 до 21 дня очищаются. Это рецепторы языка, то есть заменяются. У нас все течет, все меняется, новые клетки растут. И вот новые чистые клетки, которые выросли, они поймут, что кабачок очень сладкий, капуста сладкая, морковка сладкая. А вот эти вот конфеты, которые так любят наши патогены, они приторно сладкие. И чтобы мы не испытывали к ним отвращения, они меняют нашу чувствительность. То есть они ее снижают для того, чтобы мы могли есть то, что на самом деле нам не нравится. Они вырабатывают вещества, которые влияют на наше настроение. То есть мы с вами, если начинаем им сопротивляться, начинаем грустнеть. Они нас наказывают буквально. И также они взламывают передачу сигналов через блуждающий нерв. А про блуждающий нерв мы сегодня с вами еще поговорим. Давайте дальше. Итак, как противостоять микроорганизмам, чьи интересы не совпадают с нашими? Это, конечно же, создавать среди них конкуренцию. И чем разнообразнее состав микрофлоры кишечника, тем меньше вероятность, что один вид начинает преобладать над другим и захватывает командование мозга. Основными типами кишечной микробиоты являются фермикуты и бактероиды, там еще всякие пропионобактерии и так далее. И я очень люблю Дэвида Перлмутера, я все книжки его перечитала, вам тоже советую. Он пишет о своеобразном бактериальном балансе, как о соотношении двух типов бактерий. Это фермикуты и бактероиды. Это практически 90% всех кишечек нашего организма. Это два таких вида, в которых есть подвиды-подвиды. Первые фермикуты, они заточены на переработку тяжелых субстанций, вроде сахара, булок, углеводов. Вот здесь вы можете видеть вот эту вот прекрасную тетеньку. И эти все калории, они с удовольствием употребляют, они абсорбируют жиры. Жиры имеются в виду здесь трансжиры, окисленные жиры. Это все, что пожарено, все, что коричневого цвета, это все им, фермикутам, чтобы вы стали вот такие. А вторые обрабатывают растительные волокна, частично крахмалы. Они очень любят обилие овощей, клетчатки и так далее. Также они хорошо относятся к нормальным жирам, то есть не окисленным, хорошим, к омеги-3, например. И замечательно они относятся к нормальному животному полноценному белку, тоже минимально обработанному. Это не говорит о том, что сыром, я имею в виду, чтобы это был незажаренный уголь. И показатель, то есть соотношение фермикутов к бактероидам, это наш тест на так называемую бактериальную ухоженность и на определенное здоровье. Чем больше у нас бактероидов, тем больше у нас здоровья. Дальше. Ну, здесь как бы понятно уже, да, если мы смещаем, вот перевешиваем в сторону фермикутов, у нас возникает пристрастие ко всякой ерунде, к фастфудам. Мы очень любим всякие вот эти вот булочки красивые, с удовольствием заглядываемся на тортики, мечтаем о чем-нибудь таком, о мороженке и так далее. Данные ученых свидетельствуют о том, что у страдающих ожирением таких бактерий на 20% больше, чем у подтянутых. И сам кишечный микробиом, он крайне однообразен. Фермикуты участвуют в управлении генами, вот задумайтесь. Они управляют гены, которые ответственны за метаболизм. И у людей с лишним весом фермикуты влияют на экспрессию ДНК так, что мозг включает режим накопления калорий. А им нужен этот орган, который называется жир. Он им помогает. Причем это жир бестеральный, который внутренний, и он прям плохой-плохой. И перекос в сторону фермикутов также соотносится, также его считают спутником, диабетов, разных заболеваний сердечно-сосудистой системы, дегенеративными расстройствами. Также снижение сопротивляемости организма, понятно, снижено иммунной системой. И вот у европейцев, к сожалению, микробиота засорена именно фермикутами. То есть вот у нас именно их и больше. Дальше. Итак, я хочу вот сейчас особое внимание обратить ваше на то, что питание – это один из наиболее мощнейших способов модификации микрофлоры кишечника, то есть изменения микрофлоры кишечника. Здесь я буквально хочу привести работу наших ученых Балтийского федерального университета имени Канта. Они выяснили, что наша микрофлора меняется очень за короткий период времени. Всего лишь 2 недели было достаточно для того, чтобы… 2 недели сбалансированного питания, чтобы кардинально изменить состав микроорганизмов кишечника. Было в исследовании 207 человек, 110 мужчин и 97 женщин. И для них была разработана диета, включающая два набора рекомендаций – индивидуальные и базовые. Базовый набор рекомендаций сводился в минимизации в своем рационе сахара, соли, насыщенных жиров. Также у них убрали пустые калории. Там, ну, все, что в магазине упаковано – это пустые калории. Нужно есть в основном цельные продукты. То есть, чтобы это было, если там, допустим, мясо, чтобы вы купили кусок говядины или кусок мяса, которое вы едите, и его приготовили. Не колбасу. Колбаса – это пустые калории. Если там, допустим, вы едите зерно, чтобы гречка была купленная и сваренная вами, а не хлебцы. Хлебцы – это пустые калории. Также убиралась вся выпечка, майонеза и так далее. И им рекомендовали выпивать достаточное количество воды. А индивидуальная часть диеты состояла, вот здесь очень интересно, на основе данных, которые предоставили сами респонденты, участвующие в этом эксперименте. И что им было рекомендовано? Если они любили какую-то там, допустим, картошечку, они говорили, вот у них спрашивали, какое ваше любимое блюдо? Они говорили, обожаю жареную картошку с опятами. Им говорили так, вот этого мы не едим. Или они говорили, я обожаю там пиццу или макароны. Им говорили так, мы глютен исключаем. То есть, у них убирали то, к чему вызывала пристрастие патогенная флора. Патогенная флора, лишённое питание, как бы уменьшала свою популяцию. И уже наша норма флора имела возможность каким-то образом взять доминирующее положение или хотя бы статус-кво 1.1 установить. Вдумайтесь, 2 недели было достаточно для того, чтобы получить такие потрясающие результаты. Поэтому осознать вообще силу питания, думаю, нужно сейчас вот прям вот немедленно. И вот я буду вам рекомендовать определённый способ питания. Давайте дальше. Вот он. Называется в простонародье LCHF. Я очень люблю этот способ питания. Называется Low Carb High Fat. Я думаю, что вы его все знаете. Это Low Carb, это низкие углеводы. High Fat, это высокие жиры. Достаточно простое, разнообразное питание. Основанное на естественной работе нашего организма. Я бы ещё назвала это питание, может быть, наших предков. Здесь основа цельные продукты. Основа нормальные, хорошие, качественные жиры, не семечковые масла. Упор на жиры ненасыщенные. Насыщенные тоже есть, но ненасыщенные здесь в фаворе. Вот здесь вы видите, как в результате такого питания мы растим наших хороших друзей, можно сказать, нашу дружественную микрофлору, которая обеспечивает нам иммунитет. И как через нормализацию работы кишечника восстанавливаются все системы организма. Давайте дальше. Дальше. Итак, влияние антибиотиков. У нас с вами, помните, мы с вами перечисляли, что именно влияет. Нет, назад. Назад. Влияние антибиотиков. Это очень сильное влияние на нашу микробиоту, вообще на микробиоту тела. Не только кишечника, но, конечно, кишечная микробиота страдает в первую очередь. И по исследованиям даже воздействие коротеньких курсов антибиотиков может оказывать серьезное долгосрочное воздействие на кишечную микрофлору. И в одном из исследований 2018 года, я вот его здесь привела как раз, после приема клиндомицина состав микрофлоры кишечника восстанавливался больше года, аж целых 18 месяцев. Фактически полтора года человек восстанавливал свою микробиоту. И ученые выяснили, что у здоровых людей микрофлора кишечника нормализовывается. Она в среднем 5-6 месяцев в этом промежутке. Но некоторые полезные виды бактерий, они исчезают вообще полностью под воздействием лекарств. А болезнетворные бактерии, они восстанавливаются первыми. И что получается? Что мы антибиотиками наносим существенный вред в первую очередь. Как раз свои дружественные микрофлоры. Я не говорю, что их совсем нельзя употреблять. Да, существуют такие заболевания, которые без антибиотиков никак. Но мы должны готовиться правильно к антибиотикам. Во время антибиотикотерапии правильно себя вести. И восстанавливать свою микрофлору после антибиотиков мы тоже должны с головой. Но я не буду сейчас на этом останавливаться, потому что это длинная история. Может быть мы с вами сделаем еще какой-то вебинар по этому вопросу. И степень изменений зависит от типа антибиотиков. Вот можете в этой статье, я ее привела 22 октября в журнале Nature Microbiology в 2018 году. Была опубликована там даже, по-моему, список антибиотиков и степень их влияния был. Датские, китайские ученые занимаются как раз этой историей. И сейчас они все антибиотики тестируют и, к сожалению, выводы их неутешительные. Практически нет антибиотика, который бы не причинял нам такого вреда. Увы. Следующее. Какие у нас есть природные активаторы иммунитета? В первую очередь, конечно же, мои любимые полипринолы. Мы их поглубже разберем. И мы пойдем с вами не просто в клетку, а намного глубже, чем в клетку. И это новые данные последних лет. Это буквально исследование 2019 года. Я вам об этом расскажу. Гуминовые и фульвовые кислоты. Это природа нам дала. Это земля наша, мать родная, нам дала для того, чтобы мы с вами имели возможность защитить себя. Также травы, коренья, плоды, сборы и настои. Это наша народная медицина. Это наша натуропатия. Все сюда же. Активация стоп. Здесь не только активация стоп. Здесь имеется в виду активация наших меридианов, всех наших активных точек. Если про стопы говорить, то очень хорошо ножки парить. То, что наши там бабушки, дедушки, они делали очень хорошо для нас. Я помню, я лично пищала, визжала, не хотела в эту, залезать в эту горячую. А там мне ведро ставили такое. Я надеюсь, вам парили ноги. В общем, верните это в свою жизнь. Можете добавить, можете добавить соду. Можете добавить эпсон-соль. Это магниевая соль. Очень хорошо воздействует. Очень хорошо стимулирует. Можете и горчицу, кстати, тоже добавить. Тоже хорошая история. Это детокс такой своеобразный. И стимуляция лимфатической системы. Также массаж стоп. Дорогие мужчины, сделайте женам своим сегодня на ночь подарок. Помассируйте их стопы. Они вам за это скажут спасибо. В том числе и согрейте ножки им обязательно перед занятием сексом. Женщина в носках испытывает оргазм на 30% чаще, чем без носков. Ну и про акупунктуру я уже сказала. Давайте дальше. Итак, полипринолы и иммунитет. Вы, конечно же, знаете про полипринолы. И хочу еще немножко вам именно вот немножко в иммунитет вас погрузить. Ну, пару слов буквально для тех, кто про полипринолы не в курсе. Это важнейшая группа уникальных наших природных биорегуляторов из зелени пихтосибирской, которая желает произрастать под Томском. И они являются аналогами нашего транспортного липида, который называется долихол. Полипринол — это строительный материал для поврежденных клеток нашего организма. И это строительный материал для мембраны. Вот это очень важная история, потому что мы сейчас с вами в мембрану углубимся. Полипринолы, они способствуют стабилизации вот этих наших клеточных мембран и восстановлению клеток печени, но и не только клеток печени. Они активизируют энергообмен, повышают регенеративный потенциал. Это такой энергетик, безэнергетика еще так можно назвать. Полипринолы, они заряжают организм человека вот прям на клеточном уровне, помогают справиться со стрессом. А про стресс мы сегодня с вами будем говорить, насколько это важная история. Они тормозят процессы старения, воздействуют в том числе и на вилочковую железу, активируют регенеративные процессы, много-много чего еще. Наша печень выполняет несколько сотен, огромное количество метаболических функций в организме. И это постоянно работающий орган, он поставляет нашему организму аминокислоты, белки. И это все необходимо для синтеза факторов иммунной защиты нашего организма. В клинических исследованиях описаны эффекты влияния на иммунную систему, в частности, интерфероногенный эффект, то есть способность стимулировать выработку интерферона. Что такое интерферон? Это цитокин, выделяемый иммунокомпетентными клетками для разрушения агрессоров, которые в наш организм попадают. Это и вирусы, и бактерии, и простейшие, и глисты в том числе. И интерфероны являются важнейшим фактором, обеспечивающим нам противовирусную защиту. Понятно, да, о чем я говорю? Сейчас, насколько это актуально. То есть, когда мы говорим о том, что полипринолы действительно оказывают противовирусную защиту, это не голые слова, да, это не какие-то там высокие лозунги, это действительно так. И этот гепатопротектор обладает серьезными преимуществами, в том числе и помогает нам держать нашу иммунную систему в тонусе и в рабочем состоянии. Дальше. Дальше. Итак, какая же очередность восстановления клеток организма полипринолами? Нет, вернитесь, верните на один. Вот. Первое, что восстанавливается у нас, и здесь я привела свои любимые полипринолы, которым я уже пользуюсь достаточно долго, уже скоро год, нам скоро годик, да. И полипринолами я, можно сказать, спасаюсь. И есть определенная логика работы полипринолов, то есть определенная очередность восстановления. Первые, кто у нас восстанавливается, это гепатоциты, это клетки печени. Ну, в силу того, что в печени происходит перестройка из полипринола вдоль холы, да, печень преобразовывает полипринола вдоль холы, и естественным образом она поступает, как правильная девочка. Она восстанавливает сначала себя, любимую. Ну, умничка, так правильно, в общем, и поступает. Если у нас будет хорошо работающая печень, поверьте мне, это решит больше половины проблем организма. Если не сказать, что 80% всех проблем организма, можно связать с плохо работающей печенью. Первая, вторая фазовая токсикация, если споят, у нас летит весь организм. Печень восстановилась, первое, что она сделала на полипринола, все, умничка, нам уже гораздо легче и проще с ней вместе работать над остальной проблемой. Что делают полипринолы дальше? Вторым этапом они восстанавливают клетки головного мозга. И здесь очень важная история. Помните, мы с вами говорили о том, как важен сон продуктивный, который способен вас восстановить. И именно вот на этом этапе мы получаем тот самый глубокий продуктивный сон. Именно на этапе восстановления клеток головного мозга. Следующие идут – это мышечные клетки. Конечно же, это профилактика саркопении, так называемой мышечной дистрофии. Вот вы, наверное, видели такую неуверенную походку старых людей. Это как раз саркопения, когда уже нет силы мышц, когда человек ходит, спотыкается, там, стукается обо что-то, координации нормальной нет. Это как раз саркопения, это бича современности. На самом деле саркопения сейчас начинают страдать и молодые люди. И это же ужасно. И вот перелом шейки бедра в том числе случается часто, потому что старый человек спотыкается, и силы мышечной не хватает. А полипринолы, в частности Т8-экстра, я очень рекомендую, так как очень люблю этот комплекс. Он на водной основе, он мне, во всяком случае, больше нравится. Как раз и решает эти проблемы на третьем этапе. Четвертый этап. Вот оно. Восстановление иммунокомпетентных клеток. То есть на этом этапе мы с вами получаем усиление иммунитета и нормализацию иммунного ответа. Мы очень часто бываем носители всяких цитомегаловирусных инфекций, вирусов Эпштейна, Барра и прочих, прочих. У нас очень много, 8 видов герпетических инфекций. И они просто могут безнаказанно хозяйничать в нашем организме. Но если восстанавливаются иммунокомпетентные клетки, мы получаем нормальный, адекватный иммунный ответ, который способен подавить вот эти вирусы. Дальше микробиом. Мы уже сегодня с вами поняли, как многое зависит от микробиома. Долихолы способны встраиваться в мембраны наших бактерий и помогать им. Точно так же их восстанавливает, как и клетки нашего тела. Восстанавливаются их мембраны. И если не увеличивается разнообразие, то мы повышаем КПД, коэффициент полезного действия микробиома. И это можно, кстати, отследить по биохимикалу. И мы видим три основных короткоцепочечные жирных кислоты, которые увеличиваются в количестве. Это значит, наша нормофлора начала хорошо работать. Это уксусная, пропионовая и масляная кислота. Даже вот на анализах биохимических микробиотов мы видим влияние полипринолов положительное. Давайте дальше. Сейчас полезем поглубже. Итак, я вас хочу познакомить с экзосомами. Возможно, сейчас для вас это новое название. Буквально это исследование недавнее. Несмотря на то, что экзосомы были обнаружены еще в 40-х годах прошлого века. Но вот сейчас ученые подбираются к разгадке. Что же это такое? Для чего это? Представьте, что у нас в организме есть почта. Я надеюсь, что это не почта России. А какая-нибудь побыстрее. Клетка упаковывает питательные вещества вот в такой вот маленький-маленький пузырик, в конвертик. Она делает этот конвертик из мембраны. Из своей мембраны. Затем эти конверты поступают в кровоток. И в каждом миллилитре крови таких вот конвертиков миллиарды. Вот этих вот экзосом. И доставляют вот этот важнейший груз. То есть клетка. Это информация определенная. Определенное сообщение. И помощь может быть одной клетке другой. Доставляет этот важный груз. Там несет генетический какой-то материал. Белки. К клетке, которая в этом нуждается. Это такой очень тонкий механизм общения. Это интернет, который у нас в нашем организме существует. И каждая клеточка общается с каждой клеточкой нашего тела. Вот при помощи экзосом. У экзосом есть мембраны. Они усеяны различными наборами белков, жиров и других частиц. То есть в центре вот этого всего. Я сейчас вам покажу. Вот она экзосома. Вот внутри у нее РНК. Вот это вот ДНК. Это белок. Это клетка-донор, которая отправляет экзосому. А это клетка-рецепент. Это та, которая должна получить. И вот здесь вот существует определенный такой вот клеточный сигналинг. Или очень чувствительная молекула, которая точно знает, куда она идет. И она должна соединиться вот здесь вот с определенным ключом. И если у нас не будет работать вот мембрана, я сейчас об этом поговорю, то вот этого не случится. Эта клетка зря пожертвует вот для вот этой клетки. Очень важным для нее материалом. То есть это вот как бы такая взаимопомощь наших клеток. Они так лечат друг друга. Они так друг с другом общаются. Они сообщают о том, что у одной там клетки случилось. Но это как позвонить по телефону. Но у них не будет нормальной связи, если не будет вот здесь вот у этой клеточки хорошо все в мембране. А помните, мы с вами говорили о том, как важны для мембраны долихолы, которые мы получаем с вами из полипринолов. А с возрастом наши собственные долихолы уменьшаются в количестве. И, к сожалению, вот эта система межклеточного общения, она серьезно страдает. И давайте дальше с вами поймем, как же они важны для иммунитета. Следующее. Итак, экзосомы, выделяемые антиген претензирующими дендритными клетками, не запоминайте эти названия, пусть оно как бы у вас не откладывается. Они играют очень важную роль в развитии иммунного ответа. Эти клетки захватывают антигены. Это чужеродные молекулы, и представляют их другим клеткам иммунной системы Т-лимфоцитов. Помните, я вам говорила, что там должен вот этот вот замочек совпасть? И они так передают информацию Т-лимфоцитам. И если не будет нормально работать мембрана вот здесь вот, окружающая, то они не смогут этого сделать. Дело в том, что Т-лимфоциты получают информацию вот от этих экзосом, и дальше они участвуют в дальнейших иммунных реакциях организма. И экзосомы, как и клетки прародительницы, также имеют встроенную в мембрану молекулярный главный комплекс гистосовместимости, о которой я уже говорила, в составе которого антигены представляются иммунным клеткам организма. Вот я вам хотела бы туда вернуться, но ладно, вы помните, да? Такой синенький крючочек с красненьким должен соединиться. Да, вот эта вот история обязательно должна случиться, связка вот эта вот с Т-лимфоцитом должна произойти. Но если некомпетентная мембрана, этого не произойдет. Давайте с вами дальше. Следующая, следующая. Еще следующая. Вот, посмотрите, вот он, экзосом, и вот она, бесслойная мембрана. Тут двойная, двойная мембрана. Постарался наш организм защитить вот эту вот экзосому, для того, чтобы самое важное, что в ней есть, все-таки донесено было до адресата. Но еще раз, если мембрана не работает, рассыпаются экзосомы, просто как мыльный пузырь. Если пух, и все. И то, что клетка дала, это теряется, оно уходит в никуда. Казалось бы, мы там стараемся правильно питаться, мы витамины пьем-пьем, мы там что только не делаем. Но как будто бы в решето. Реально в решето. Понимаете? Если у нас не будут крепкие мембраны, все уйдет в решето. Дальше. И тем важнее для нашего организма крепость мембран, тем сильнее мы понимаем, что экзосомы, они повсюду, они везде. И они выполняют крайне важную функцию во всех органах нашей системы. И полипринолы — это не просто какой-то там сок пихты, или баловство, или ерунда, или, господи, боже мой, там придумали лишь бы деньги заработать. Нет. Это реальная история, которая помогает нашему организму, даже не на клеточном уровне. Это гораздо мельче. Понимаете? Мы говорим, что вот мы там на клеточном уровне воздействуем на наш организм. Да ничего подобного. Мы прям буквально с вами на уровне молекул работаем. И вот что делают для нас полипринолы. Это, я считаю, что более серьезного помощника нашей иммунной системе на сегодня не существует. Нет таких средств, которые могли бы не только на клеточном уровне, а на более глубоком уровне поддерживать нашу иммунную систему. Давайте дальше. Прогуминовые, фульвовые кислоты. Я не хочу на них долго останавливаться, но это тоже очень важная, очень хорошая часть. То, чем мы можем пользоваться, то, что нам дала природа. И я считаю, что это... Ну, отмахиваться от этого нельзя. Это то, в чем мы родились, да? Вот наша мать природа, Земля. И Земля нам дает поистине колоссальные возможности, в том числе и для поддержки иммунитета. Фульвовые кислоты, они немножко по меньшим размерам. Эти молекулы меньше, чем гуминовые кислоты. Они действуют на разных уровнях. Гуминовые очень хорошо работают в межклеточном пространстве и хорошо очищают его. Фульвовые кислоты работают в клетке. И они также очень хорошие, как антиоксидант работают. Вот тоже на таком, можно сказать, на очень-очень мелком уровне помогают нам. Итак, фульвовые и другие гумусовые кислоты, они содержат, кроме всего прочего, множество питательных веществ. Они улучшают здоровье кишечника. А мы понимаем, что кишечник – это самый главный наш иммунный орган. Ну, 80% иммунитета, да? То есть, где еще там? 80% иммунитета – кишечники. Гуминовые фульвовые кислоты улучшают здоровье кишечника. Значит, что? Напрямую воздействует на наш иммунитет. Там существует у нас очень много микроэлементов. Электролиты очень важные. Они проникают, работают за счет разницы потенциалов. То есть, они очень естественно проникают в клетку. И им не нужны белки, вот эти переносчики и так далее. То есть, они сами все это в клетку хорошо заносят. Они жирные кислоты содержат в себе, которые также помогают нашей микробиоте. Кремнезион, который усиливает синтез коллагена, да? Пребиотики, пробиотики. Все это помогает питать наш желудочно-кишечный тракт, а также усиливает способность термофлоры восстанавливать свою популяцию. Понимаете? Мы изо всех сил своей экологии, неправильным питанием, ужасного качества воды, воздух и так далее, все это может подавлять нашу норму флоры. А фулевые и гуминовые будут поддерживать их и восстанавливать их популяцию. Сильная пищевая система, она очень необходима для нашего крепкого иммунного системы. Мы с вами уже сегодня об этом говорили. Она также помогает во многом и в выработке гормонов, регулирует аппетит. Сегодня мы также с вами поняли, каким образом это происходит. Она снижает стресс, что самое важное. Про стресс мы сегодня с вами еще будем говорить. И аюрведа — это века и века, можно сказать. Всегда использовала высокогорное мумиё, которое на 60% состоит из фулевых гуминовых кислот. И я думаю, что люди, которые веками оттачивали вот эту вот систему восстановления здоровья, они ерундой страдать не будут. Значит, это работает. И если это работало когда-то, то это должно работать и сейчас. Мы не должны отдавать предпочтение паразитамола, антибиотикам и антигистаминам. У нас есть природные средства, которые будут помогать восстанавливать наш организм и держать нашу иммунную систему в крепости. Дальше. Итак, мы с вами перешли к стрессу. Как стресс влияет на иммунную систему? Стресс колоссальнейшим образом влияет на иммунную систему. Давайте разбираться. Следующий. Следующий слайд. Итак, существуют вопросы. Может ли длительный стресс из-за хронического подавления иммунитета ослаблять способность организма бороться с инфекционными заболеваниями? И ответ «да». Много-много восклицательных знаков. Сейчас мы будем с этим с вами разбираться. Стресс подавляет формирование лимфоцитов, а это наши клетки иммунной системы, замедляет их циркуляцию в крови и сокращает время, в течение которого лимфоциты, уже находящиеся в крови, в ней остаются. Это угнетает производство новых антител в ответ на возбудители инфекции и нарушает коммуникацию между лимфоцитами. Стресс серьезнейшим образом влияет, уменьшая выработку собственных соответствующих посредников, а это подавляет врожденную иммунную реакцию. Так действуют разные стрессовые воздействия, это и физические, и психологические. Мы можем даже придумать себе стресс. Дальше. Итак, почему во время стресса, вот казалось бы, у нас вдруг так нелогично ведет себя наша природа? Почему мы во время стресса активно разрушаем собственный иммунитет при добровольном содействии самой иммунной системе? Ну, казалось бы, мы с вами прошли такую длительную систему эволюции, у нас миллионы лет за плечами. Что это вдруг такая вот нелогичная ситуация? Ученые разобрались в чем-то на самом деле. В первые несколько минут после начала действия стресса мы не подавляем иммунитет как таковой. Наоборот, мы улучшаем множество его аспектов. Это так называемая фаза А. Наш иммунитет идет в гору. Физические и психологические стрессоры также запускают раннюю стадию активации иммунитета. То есть у нас прямо ух, отреагировали. Но, внимание, примерно через час продолжающаяся активация глюкокортикостероидов, это гормоны стресса и симпатическая система. Мы сейчас будем с вами разбирать, что такое симпатическая система. Это нервная система, которая задействуется во время стресса. Она начинает иммунитет подавлять. Для чего? Вот по логике нашего организма, то, что поднялось выше обычного, оно должно вернуться на прежний уровень. Это очень важно, потому что перестимулированная иммунная система, она может начать разрушать наше собственное тело. Для этого придумана система подавления иммунного ответа, чтобы мы не свалились в рак и так далее. Если действие стрессора в это время заканчивается, что нам даст подавление иммунитета? То есть иммунная функция вернется в то состояние, с которого началась реакция. То есть на базовую линию. Это называется фаза В. Если сильные стрессы действуют дольше или уровень глюкокортикоидов очень высокий, иммунная система не просто возвращается к базовой линии, а резко обрушивается к тому уровню, где начинается уже подавление иммунитета, так называемая фаза С. Для большинства аспектов иммунной системы, которые можно измерить, вообще ученые, которые измеряли, длительное действие сильных стрессоров снижает показатели больше, чем наполовину. То есть от 40 до 70%. Низы, ниже базовой линии. Вот сейчас вы увидите это на, давайте, следующий слайд, как раз вы увидите вот на вот этом вот графике. Вот начало стресса у нас идет, иммунный ответ вверх. Умеренная длительность стресса, то есть мы чуть-чуть подснижаем. Мы должны остановиться с вами вот здесь на 100% работы иммунитета, но если у нас хронический стресс, а это именно то состояние, в котором мы с вами все находимся, мы с вами получаем так называемую иммуносупрессию, то есть подавление иммунитета. И сейчас мы с вами будем разбираться, как нам с вами остаться вот на этой линии, на линии 100% иммунитета. Давайте дальше. 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 Итак, на самом деле сейчас самая главная эпидемия – это не коронавирус, это не эпидемия ожирения, и не эпидемия дегенеративных расстройств, или рака, или еще чего-то там, и не эпидемия СПИДа. Самая главная эпидемия – это эпидемия стресса. У нас нет гормона, который бы нас расслабил, который бы остановил вот нашу стрессовую реакцию. Наша стрессовая система – это очень мощный газ, но никакой тормоз, то есть мы не в состоянии с вами нормально затормозиться, как бы нам хотелось. И природа в нас заложила только два способа успокоиться. Это механизм обратной связи стрессовых гормонов, то есть их выделение должно как бы само себя тормозить, но это редко когда случается. И переключение на паростимпатическую нервную систему, включая активацию вагуса. Сейчас мы с вами будем разбираться, что такое симпатическая и парасимпатическая нервная система. Давайте дальше. Давайте сначала немножко разберемся, что такое вагус нерв, что он из себя представляет. Вот это вот желтый такой тяж, который вы сейчас видите, вот это как раз и есть вагус нерв. Это десятая пара черепно-мозговых нервов. Мозг собирает информацию, руководит процессами, происходящими в кишечнике при помощи вот этого самого вагуса, блуждающего нерва. И назвали его блуждающим, потому что он оплетает большинство органов, которые находятся у нас в брюшной полости и в грудной клетке. Под контролем этого нерва все у нас и все, что вот все наши органы внутренние, он содержит двигательный, чувствительный и вегетативный волокон. Я уже заговариваюсь. Давайте дальше. Дальше. Итак, функция вагуса. Блуждающий нерв постоянно отправляет информацию о состоянии органов тела в мозг. На самом деле приблизительно 90% нервных волокон в блуждающем нерве предназначены для передачи информации от внутренних органов в мозг. Такая же цепь связывает и работает в обратном направлении. И через блуждающий нерв также поступают сообщения и от мозга к нашим внутренним органам. Но содержание этих сообщений, оно очень специализированное. Содержанием является команда либо успокоиться, либо подготовиться к обороне стрессовой ситуации. То есть, от мозга к органам идет достаточно узконаправленное воздействие. То есть, информация спускается. А от органов к мозгу идет больше информации. То есть, особенно от кишечника, потому что кишечник, он очень внимательно оплетен нашим вагусом. И наш блуждающий нерв, можно сказать, что является главнокомандующим, который помогает сохранять спокойствие в... Это что? Что-то у нас случилось. Давайте вернемся. Я не вижу свою презентацию. Следующий слайд. Все, увидела. Итак, давайте с вами разберемся с симпатической парасимпатической нервной системой. Парасимпатическая нервная система у нас отвечает за стресс, за напряжение, за агрессию, за трату энергии. Парасимпатическая нервная система, она у нас отвечает за отдых, сон, накопление ресурсов, любовь, за секс, за все хорошее против всего плохого. И вот он, блуждающий нерв. Он у нас очень-очень важно отвечает за стимуляции слюноотделения. И если мы с вами... Ну, не жуется никак. То есть вы хотели бы пожевать, а жевать нужно внимательно. Мы не можем нормально пожевать, потому что у нас не хватает слюны, потому что у нас отключен вагус. Как только включается симпатическая наша нервная система, отключается вагус нерв. Он у нас... вагус стимулирует пищеварение, стимулирует желчный пузырь. Если мы кушаем в состоянии симпатической нервной системы, у нас замедляется пищеварение, у нас не будет нормального слюноотделения, у нас не будет нормально работать наш желчный, и мы ничего не сможем нормально переварить. Поэтому для того, чтобы мы смогли нормально переварить и усвоить ту пищу, которую мы едим, мы обязательно из симпатической нервной системы должны перейти в парасимпатическую нервную систему. То есть убрать все воздействие, что происходит во время еды на нас. Мы должны сесть, успокоиться, помедитировать, и только после этого начать кушать. Убрать все новости, не дай бог, там политические. Разговоры только положительные. Ни в коем случае не садиться в ссоре какой-то. Ни в коем случае не разбираться за столом. Никого ни в коем случае не заставлять есть. Боже упаси, не заставляйте деток кушать. Потому что если вы на них там кричите, ругаетесь, а он еще и плачет, и ест, роняя слезы, он не усвоит. Это пойдет только на корм глистам и патогенам. А он будет в состоянии симпатической нервной системы. Поэтому сделать все, чтобы это было спокойно, аккуратно, тихо и размеренно. Только в этом случае мы с вами сможем все нормально переварить. Дальше. Я сейчас буду ускоряться, потому что я уже чувствую, что вещаю два часа. Так, Вагус играет... Я очень извиняюсь. Нам еще надо оставить немножко хотя бы на пару вопросов время. И у нас есть люди, которые совсем с дальних регионов, они, конечно, уже начали извиняться, отключаться. Поэтому чуть-чуть, если мы ускоримся, наверное, будет оптимально, чтобы... Да, да, да. Я постараюсь сейчас ускориться. Хорошо. Вагус играет очень важную роль в организме человека. При его нормальном состоянии у нас улучшается вообще все. В организме вообще все. Снижается риск инсульта и сердечных заболеваний. Стабилизируется давление. Улучшается пищеварение. Снижается интенсивность и количество приступов головных и мингренозных болей. Поднимается настроение. В общем, снижается стресс и тревожное состояние. Дальше. От тонуса вагуса у нас зависит уровень воспаления, уровень интеллекта. Если у нас вагус не в тонусе, мы с вами воспаленные, у нас хронические воспаления и тупые, плюс ко всему. Мы не можем нормально работать своим мозгом, нормально решать задачи, то есть ставить задачи и их решать. У нас никакая стрессоустойчивость, если не работает наш вагус. Мы вот в таком вот, мы реагируем на все очень ярко. И наоборот, если вагус работает, мы очень с вами адаптивны. Если у нас вагус не работает, мы с вами постоянно хотим, у нас будет истерический аппетит. Мы не можем с ним справиться, у нас какие-то, ну, причем мы едим неправильно. Гарантированно набирали люди вес, если перерезали вагус. То есть и мыши, и крысы, и другие животные, если им перерезать сообщение вагуса, то есть если вагус не работает, то 100% набирают вес. У нас от тонуса вагуса зависит сон и восстановление. Все, уровень жизни, продолжительность жизни, многое-многое, все это вагус. Дальше. Генетика. Кому-то повезло, у кого-то вариант А, вариант гена, тот, в общем, как бы... Так, вариант А, это то количество рецепторов в клетках организма снижается, то есть вот вариант А, это наоборот не повезло, да, аденин, и тонус блуждающего нерва падает, можно посмотреть, есть у вас мутация или нет. И частота атеросклероза, диабета второго типа, сердечно-сосудистые заболевания возрастает одновременно с снижением интеллектуальных способностей. То есть, а если же вариант Т, тиамин, то наоборот. И вот люди, кстати, как найти таких людей? Вы можете посмотреть вот как бы на себя, на своих предков. Если у вас ваши предки такие жизнерадостные, такие позитивные, да, ну, верющие в лучшее, при этом они как-то вот стремятся что-то делают, оптимистами это еще называют. Если вы оптимист, если ваши предки оптимисты, скорее всего, вы получили вариант Т, тиамин, то есть Т-вариант, у вас очень хорошо работает, вагус нет. А если вы пессимист, если у вас все плохо, все виноваты, ну, в общем, и со здоровьем не очень, то, скорее всего, у вас вагус не работает, у вас А-вариант гена. Дальше. Измерение тонуса вагуса, я буквально только то, что мы можем сделать здесь и сейчас, это так называемая дыхательная аритмия. В домашних условиях можно сделать, когда мы вдыхаем, пульс учащается, когда выдыхаем, он немножко замедляется, и чем больше разница пульса на вдохе и на выдохе, тем больше тонус вагуса снижен, у нас не подвергается достаточному контролю воспаления. Вагусный контроль воспаления предотвращает развитие множества заболеваний, связанных с системными воспалениями. Это начиная от депрессии, до болезни Паркинсона, аутоиммунные процессы будут расцветать, если вагус наш не работает. И стимуляция блуждающего нерва может блокировать некоторые воспалительные реакции и даже излечивать заболевания. То есть мы через стимуляцию вагуса можем самовосстановиться, то есть излечиться. Давайте дальше. Вот здесь буквально можно посмотреть влияние вагуса, но я уже говорила, что высокий тонус вагуса, он снижает проницаемость кишечника и подавляет местное воспаление. Дальше. Каким образом мы можем активировать вагус? Ну, во-первых, контролировать уровень стресса. Если возможно, выкинуть телевизор, в интернете читать только то, что вам приносят положительные эмоции. Выбросите из своей жизни негативных людей, разрушительных, деструктивных. Друзья должны пройти селекцию, и вы должны общаться с людьми, которые вызывают в вас азарт, желание жить, на котором вам хочется быть похожими, которые смотрят на жизнь с радостью, с оптимизмом. Именно с такими людьми общайтесь. Циркадные ритмы очень важны. Сон — это царство вагуса. Если не будете нормально спать, не получите восстановление иммунитета, и вагус вырубится в чертовой матери. Питание очень важно. Здесь я в качестве питания рекомендую вам палео и LCHF. Физическая активность. Сейчас мы немножко на ней остановимся. Процедуры. Тоже тело сейчас остановится. Социальные связи к эстоцинам тоже буду поподробнее. Давайте дальше. Дальше, следующий. Влияние питания на вагус. Я уже как бы не буду здесь прям плотно очень останавливаться. Я сегодня про LCHF уже говорила. Если есть желание более конкретно в это погрузиться, можно найти в интернете эту информацию. Также очень важна готовность вагуса к еде. Обязательно пауза, расслабление перед едой. Обязательно надо. Вот очень хорошая у католиков, по-моему, есть практика. Помолиться перед едой. Пусть это будет не молитва. Пусть это будет какая-то мантра. Придумайте себе какую-то там благодарность. Кому-то там скажите спасибо большое за хлеб, за еду, которая передо мной. Нужно обязательно вернуться в благостное состояние. Обязательно жевать. Жевать и жевать. Это очень важно. Это способ стимуляции вагуса. Жевание стимулирует вагус. Ну и продолжительность трапезы. Мы не должны это на бегу, между делом. Мы должны сесть и прям дать себе это время. Глюкоза, инсулин, дробная еда увеличивает активность симпатической системы и снижает активность парасимпатической. То есть отключает вагус. Перерывы в еде должны быть обязательно чем больше, тем лучше. Лучше всего интервальное голодание работает. Это 16 на 8. 8 часов – это окно, когда мы едим. 16 – это окно, когда мы не едим. И если уж кушать, то вместе, с друзьями, в хорошей компании, с семьей. Дальше. Физическая активность для активации вагуса. Очень хорошо. Это растяжка, йога, любые размеренные ходьбы, скандинавская ходьба. Частота сердечных сокращений должна быть спокойной. У вас не должно быть такого вот дыхания, не должно быть покраснения лица и учащения пульса. Дальше. Зарядка для активации вагуса. Я хотела с вами ее вместе проделать. Но я вам сейчас предлагаю просто отфотографировать эти слайды. Пожалуйста, сейчас отфотографируйте. Здесь все ясно, все понятно. В общем, сейчас мы с вами ее делать не будем. Ну, я думаю, что уже кому нужно было сфотографировали, следующий слайд. Это продолжение. Тоже сфотографируйте и делайте это хотя бы раз в день. И это очень при ежедневном выполнении этого комплекса вы повысите тонус дуждающего нерва и, соответственно, всего организма. Вернете ему сильный иммунный статус и нормальную реакцию на стресс. Самое главное, что мы добиваемся, чтобы стресс у нас не был длительным, чтобы мы остановили стрессовую реакцию. То есть, находясь в симпатической системе, мы подавляем наш иммунитет. То есть, наш стресс длится бесконечно. А если мы переключаемся, то есть, я сейчас вас учусь возвращаться, то есть, останавливаться на 100% вашего иммунитета. Так, активируйте свой вагус, и вы получите 100% вашего иммунитета, а не подавленный. Дальше. Дыхание. Ну, тут глубокое медитативное, понятно, диафрагмальное, я думаю, что вы тоже знаете. Задержка на вдох, задержка на выдохе. Тут, сегодня мы уже об этом с вами говорили, мы можем убить вузать и вагус поактивировать, и наш тимус тоже будет в этот момент активироваться. Это гипервентиляция, это стимуляция стресса. Не надо вот это вот дышать. Пожалуйста, если вы чувствуете, что начали дышать активнее, задерживайте дыхание и восстанавливайте. То есть, вот 5-5-5-5, то есть, это очень хорошая система для того, чтобы восстановить свое дыхание и активировать вагус. Дальше. Осталось уже совсем немножко. Сейчас мы прям быстренько про траваним. Активация через тело. Подойдет все. Тискайтесь, комплименты делайте, обязательно общайтесь со своими друзьями. Любой массаж, любая акупунктура, сауна, ходите. Это очень любят. Растирайте тело, пение, мантры, читайте. В общем, короче, вот все, что вы сейчас видите. И можно по-всякому себя, значит, стимулировать. Жвачка, жвание, я уже говорила, жвачками не, пожалуйста, не злоупотребляйте. Есть очень хорошая вот такая вот поза льва. Она здорово активирует вагус. То есть это не просто так придумано. Вот это вот прям, если чувствуете, что сейчас кого-то убьете, сели, посидели в позе льва, переключились на парасимпатику, и все. И уже все остались живы-здоровы, а вам не нужно сидеть 20 минут. Дальше. Массаж каротидного синуса – это вот здесь вот сбоку шея. Вы, наверное, частенько там видели, когда человек злится, он так бабах и начинает вот шею вот так вот тереть. И это неспроста. Вот это вот массаж, боковой массаж шеи очень помогает переключиться на вагус. Поэтому, пожалуйста, если ваша жена вдруг стервища, она на вас ругается, подошли, в шейку поцеловали, по шейке ее вот так вот погладили, помассировали ей шейку. Все, глядишь и отпустила. Дальше очень хороший способ – это пальминг, надавливание на глазные яблоки. Можете набрать в поисковике, и там будет у вас, как это все делать. Ныряющая собака – это погружение лица в таз с холодной водой, тоже очень хорошо работает. Либо обложить лицо льдом. Девушки знают эту прекрасную процедуру приятную. С утречка себя льдом, вот людиком лицо помазать – это вы активируете свою парасимпатику. Дальше натуживание на высоте глубокого вдоха. Это вдохнули и напряглись, как будто покакаете сейчас прям себе в штаны. Но не увлекайтесь, потому что можно и… Приседания на корточке с натуживанием. Вспомните, как ходили в туалет наши бабушки-пробабушки. У них был скворечник с дырочкой вот такой вот, над которой они зависали и делали свои дела. Это очень хороший способ активировать свой вагус-нерв. Я рекомендую правильно вам какать, сделать себе подставку под ножки, чтобы ноги были повыше и чтобы вы имитировали вот зависание над, в общем, как бы над дырочкой в деревенском туалете. То есть мы тоже можем, даже вот вроде сидишь, думаешь о вечном, а нет, стимулируешь вагус-нерв. А что вы думаете, все такие в туалете спокойные? Потому что мы натуживанием свой нерв стимулируем. Также можно вызывать рвотные рефлексы, надавливанием на корень языка. Не обязательно доводить дело до конца, показывать всему миру содержание своего внутреннего мира. Можно просто вот подавить немножко на корень. Это используют, кстати, люди перед выступлением, тем самым они сбрасывают нервное напряжение. То есть если нужно, если боязнь сцена есть, немножко в туалете понадавливал на корень языка, все, выходишь, уже тебя отпустило. Также откашляться, чихнуть, сладко зимнуть. Вот сейчас покашляйте, погудите, погундите, понадавливайте на себя. И вы гораздо спокойнее и легче уснюете. Дальше. Подушечка с успокаивающими травмами. Это вот ароматическая подушечка. Собственно говоря, давайте не будем на этом останавливаться. Сейчас фотографируйте, сделайте себе сами. Это можно сделать и самостоятельно. Можно купить уже готовую плюс-минус составом. Давайте как-то следующее. И социальные связи. Это очень хороший способ стимулировать вагус мир. Обязательно общайтесь вживую. Обнимайтесь, целуйтесь. Делайте друг другу комплименты. Это называется вербальные поглаживания. Мужчинам нужно хвалить за достижения, женщинам за красоту. Юмор. Смейтесь. Смотрите комедии. Юмор – это очень хороший способ. Вообще смех. Смехом мы себя прям приводим в норму всегда. Есть даже способ такой вылечиться от рака. Это как можно больше смеяться. И внесите в свою жизнь юмор. Общайтесь с юморными людьми. Стендап, комедия, все что угодно. Это все вам на пользу. Позитивный взгляд на жизнь. Поймите, что все в этой жизни зависит от вас, а вы сделаете максимум для себя. Ищите себе таких друзей. Дружелюбие, помощь, бескорыстие. Это все будет активировать ваш вагус мир. Вот мне сейчас очень хотелось свой вагус мир поактивировать. Поэтому я сделала бескорыстную вам вот такую вот огромную презентацию. Я надеюсь, для вас это будет максимально. Польза также сострадания к себе и к другим. Не критикуйте. Сострадайте. В том числе и к себе. Не занимайтесь самооценкой. То есть не сравнивайте себя с другим. Поймите, что вы делаете максимум в этой жизни. Похвалите себя, примите себя, одобрите себя. Ну и также относитесь к окружающим. Все. У меня на этом все. Я вас благодарю. Я надеюсь, что вы выдержали эту огромную такую непростую лекцию. Очень насыщенную, максимально практикоприменимую. И я сейчас готова ответить на ваши вопросы. Если кто еще остался жив. Катерина, я вас хочу тоже в ответ поблагодарить. Вы действительно предоставили нам огромный пласт знаний с конкретными практиками. И с... ну вообще, я не знаю. Здесь, конечно, еще есть погружаться и погружаться. Но я вижу, что у нас происходит в отдельном чате, который мы открыли во время вашей трансляции. Это канал в Телеграм, где люди задают вопросы. Очень много вопросов. Мы сейчас, конечно, уже не успеем. Но есть вот несколько таких вопросов похожих. Вы сделали акцент на том, как нам необходимы полипренолы, как нам необходимы гуминовые кислоты. И есть вопрос, например, как долго необходимо пить продукты с полипренолами, чтобы укрепить, повысить иммунитет, чтобы улучшить это состояние. Ну и вообще, как долго применяется? Ну, исходя из того, что у всех состояние разное, особенно исходное состояние печени, то здесь у каждого будет своя скорость. Кому-то может быть достаточно 3 месяца, кому-то и годы. И в среднем это 6 месяцев, как говорится, отдать. Потому что пол клеток печени у нас полностью меняется за 6 месяцев. И есть вероятность, что мы при помощи полипренолов с вами обновим печень от и до. И тем самым мы получим новенькую, красивую, крепенькую печенюшечку, которая будет работать на нас. То есть нельзя сказать, нужно конкретно с каждым человеком разбираться о сроках, да? Но это вот такие достаточно внушительные сроки, потому что мы уже накопили, к сожалению, груз ошибок, да? Груз заболеваний и прочее, прочее. Ну, то есть если правильно я поняла вопрос, то больших перерывов каких-то или там необходимости месяц попить, потом 2 года не пить, такого нет. То есть это продукт постоянного потребления, в принципе, для всех, особенно взрослых людей. Да, особенно взрослых людей, которые уже после 30, к сожалению, у нас доли холлы перестают вырабатываться с возрастом. И если мы хотим сохранить свои ресурсы, ресурсы здоровья и быть активными, быть крепкими, не поддаваться воздействию окружающей среды, то нам так или иначе нужно будет датировать, но дотация определенная, то есть вносить нашему организму полипринолы для того, чтобы он имел материал, из чего он сделает доли холлы. А если мы не будем давать этого, то, соответственно, вот мы не даем, все, в этот момент у нас организм может начинать, ну, разрушаться, как и задумала природа. То есть мы должны умереть по задумке природы, освободить вот следующему поколению. И, да, когда мы не даем возможности организму своему отстраивать себя и держать себя в крепости, да, с хорошими мембранами, то и соответствующие получаем результаты. Спасибо. Знаете, здесь очень много вопросов есть, связанных с различными заболеваниями, там, например, аллергии, псориазы, даже прозрение спрашивают. И есть такие вопросы, как, например, у возрастных, либо, наоборот, у подростков, если есть какие-то проблемы со здоровьем, да, вот, например, как те, что я перечислила, можно ли, изменив питание и добавив полипринолы и регулярно пить тайгу 8 и повлиять на вот целом состояние здоровья? Потому что мы же говорим, что это не лекарство, а в итоге это влияет. Да, да, да. Я вообще не про лекарства, я нутрициолог, и я не лечу лекарствами, я вообще не имею права лечить, я не врач. Но при этом я могу вполне эффективно и результативно восстанавливать здоровье только лишь изменяя образ жизни, изменяя питание и добавляя то, что организму необходимо, то есть восполняя дефициты и убирая то, что ему мешает, то есть вот то, что разрушает его. И, конечно же, питание плюс полипринолы плюс восполнение каких-то индивидуальных недостатков, нехваток, это, конечно, дает очень хорошие результаты. Я лично наблюдаю на своих клиентах хорошую результативность. Хорошо, спасибо вам большое. Я думаю, что мы все вопросы, наверное, в большей части разберем уже непосредственно в чате, потому что они плюс-минус вот про здоровье тех или иных систем, да, и вот еще был такой вопрос, что в качестве антидепрессантов, ну, если человек использует антидепрессанты, раз мы говорили тут про нервы, то, насколько я знаю, что и на нервную систему мы тоже можем влиять с помощью полипринолов, да? На нервную систему, да, тоже мы можем влиять с помощью полипринолов, на нервную систему мы можем влиять и должны влиять питание. Депрессия это может быть как следствие ненормальной работы нервной системы. Это не соберись тряпка, то есть это не болевая часть человека, это действительно заболевание. И это может быть как часть нейровоспаления, то есть это воспалительные процессы мозга. И действительно мы питание можем снять с системное воспаление. И полипринолы, конечно же, помогают это делать. Депрессия. В ночных уже своих там не укладываются спать, чтобы они уже как-то нас дослушали. Я, наверное, скажу от себя еще добавлю, что, ребят, здесь и гости, и клиенты, и те люди, которые здесь находятся на конференции, вы знаете своих представителей компании Велови, вы знаете, где продаются полипринолы. У Екатерины были слайды, потому что у нас комплекс, и это действительно очень удобная форма, доступная на сегодняшний день. Поэтому вы можете обратиться к тем людям, которые вас сюда привели, для того, чтобы получить более подробную информацию, как купить, каким набором для себя, чтобы вы взяли и гуминовые кислоты, чтобы вы взяли и полипринолы в составе экстра или бленда. В общем, используйте те знания, которые вы получили сегодня, благодаря Екатерине, и тех представителей, которые вас сюда привели, для того, чтобы все это соединить и начать работать на свой иммунитет, иммунитет своей семьи. Вот, а я вас благодарю, у нас будет запись сохраниться, я надеюсь, что у нас все получится, и мы в скором времени выложим. Ну, а вопросы я соберу отдельно, и мы, наверное, обсудим еще, как мы сможем ответить на эти вопросы, хорошо? Хорошо. Спасибо вам большое, спасибо, ребят. Спасибо большое. Все, всем до свидания, отключаемся. Пока-пока. Пока.